Из творений святого Иоанна Златоуста «Дашь мне, Господи, прежде конца покаяния» Слово о покаянии украшает головы слышащих его венцом, сплетенным из золотистых цветов. Мы, срывая прекрасные цветы с неувядаемых лугов, будем умолять ангелов помогать нам. Ведь душа человека – храм Божий, достойный быть украшенным таким венцом. В особенности же те, кто сохранил неоскверненным свой храм, пусть протянут с любовью руки к пребывающим во тьме и возведут их к дивному свету надежды, явят им сияние благочестия. А кто необдуманно разорил страстями свой храм, не предавайтесь отчаянию, но восстановите его покаянием. Благоразумный муж с усердием исправляет свой дом по его небрежности сгнивший и ставший негодным, и дом этот ничем не уступает вновь выстроенному дому. Точно так же и покаяние восстанавливает павшую душу, отдаленную от Бога, снова делает любезной ему. Покаяние рассеивает облегчающий душу мрак и отгоняет смерть, водвигает падшего, исцеляет сокрушенного и делает здоровым израненного. Некоторые говорят, что состарившийся орел, устремившись в беспредельную высоту и окунувшись в светлейший источник, снова становится молодым. Таково и покаяние, так оно поднимает душу, преисполненную им. В высоту, без предела, очищает в источнике слез ее греховную немощь и облекает новизной духа. Вот почему душе, пребывающей в покаянии, Дух говорит, обновиться, как у орла, юность твоя. Великий врач наших душ, зная, что покаяние является действеннее всех добродетелей, убеждает, говоря, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Матфей, лова 3, 2. Не стыдитесь исповедовать свои грехи, ведь есть стыд, который приводит ко греху, и есть стыд, который составляет славу. «Предайся сокрушению о своих грехах, чтобы получить спасение, потому что сказано, говори ты, чтобы оправдаться. Грехов юности моей и преступлений моих не помяни, по милости твоей вспомни меня, Господи. Ты согрешил? Не унывай, ведь настолько ужасно совершение греха, насколько дурно пребывание в нем. Первое имеет прощение, а последнее влечет за собой не имеющее прощения наказания». В самом деле и апостол Петр согрешил, отрекшись от Христа. Евангелие от Луки, 22, 55, 62. Равным образом и царь Давид, совершив прелюбодеяние и убийство, сделал грех, заслуживающий смерти. Но если они и согрешили, как люди, зато покаялись, как святые, поспешим и мы прибегнуть к покаянию. Пусть дьявол и обременил нас грехом, но зато Христос через покаяние принимает бремя греха на себя, как сказано. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Господь Иисус, явившись на землю, низверг дьявола, подобно молнии. Я видел сатану, говорит он, спадшего с неба, как молнию. До его пришествия дьявол был страшен, до креста грех был нестерпим. Ныне же крест сокрушил жало греха, смерть Христа разрушила царство смерти, поэтому все мы после воскресения Христа посрамляем гордость смерти. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? В самом деле, хотя смерть царствовала от Адама и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, то после воскресения Господа она потеряла свое могущество. Это знают все верующие. Старцы и женщины, юноши и девы попирают змей, скорпионов и всякую силу вражию, подобно тем, которые давят в точиле виноград. Мы уязвлены грехом, исцелимся же покаянием, посредством греха нас уязвил дьявол, посредством покаяния исцелил Христос. Первый внушил человеку грех, чтобы через него погубить человека. Господь удалил грех, чтобы освободить от него человеческую природу. Дьявол посеял грех, как плевелы. Христос серпом покаяния вырезал эти плевелы. Через грех дьявол низводит нас в гиену. Через покаяние Христос вводит нас в Царство Небесное. Поэтому не изочряй против себя жало греха. Пусть твоя беспечность не является для него поощрением. Ты осуждаешься не за совершение греха, но за то, что не покаялся. Не обнажай себя, не отвергай от себя все оружие Духа Святого, чтобы не стать легкой добычей для врагов. Возьми щит покаяния и отрази стрелы похотей. Как с появлением света рассеивается тьма, так когда появляется покаяние, уничтожается грех. Остановим же бурный натиск греха якорем покаяния, чтобы беспрерывное дуновение вожделений не заставило нас претерпеть крушение. Будем же благоволеть перед благостью Христа, почтим его страдания, да не будут бесполезными его раны. Не дадим предпочтения своему постыдному желанию перед его заповедями. Ради приятности греха не пренебрежем радостью покаяния. Если ты боишься грозного приговора и желаешь избежать будущего осуждения, уклонись от зла и сотвори благо. То есть остав грех и соверши покаяние, чтобы тот, кто не хочет смерти грешников, но чтобы они обратились и были живы, ценя твое душевное усердие, даровал тебе отпущение грехов. Господь, зная немощь нашего тела, дал людям искусство врачевания и повелел земле производить пригодные для этого растения. Точно так же он знает склонность нашей души к падению, знает и раны греха, и поэтому как врачевство для души дал покаяние, чтобы каждый из нас имел целительный пластырь, прикладывая который при содействии веры избежал болезни. Ты согрешил? Покайся, чтобы своей беспечностью не причинить себе неисцелимой болезни. Совершенствуй себя, подобно тому, как земледелец возделывает ниву. Вырви грех, подобно сорнякам. Уничтожь беззаконие, как тернии и бесплодное дерево. При виде греха веселятся демоны, а усматривая покаяние, радуются ангелы. На небесах более радости будет, ибо об одном грешнике кающемся. Исповедуй, человек, свои прегрешения, чтобы получить прощение. Пусть свидетелем перед нами будет святой Давид, сказавший, «Исповедую Господу в беззаконии моем, и ты простил нечестие сердца моего». Если ты теперь исповедуешь свои грехи, то получишь прощение, так как в настоящее время есть время милостей. В будущем же веке, если и будешь плакать, твой плач будет бесполезен, и ты не получишь прощения, ибо в смерти нет памятствования о тебе. Ведь и богач, когда увидел, что нищета Лазаря превратилась в избыток, а его собственное богатство, крайнюю бедность, стенал, но не был помилован. Плакал и скорбел, но не получил утешения. Просил оказать ему милость, но не получил даже капли воды, хотя и умолял об этом, будучи палим невещественным огнем. Прибегнем же к покаянию, так как ныне время покаяния, потушим пламя греха слезами. Смотри, как бы в надежде на долготерпение Божие тебе не оставить свое сердце нераскаянным и не сделать душу непреклонной, так как это она побуждает тебя к покаянию. По упорству твоему и нераскаянному сердцу не собери себе гнев на день гнева и праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Подумай, ведь настоящая жизнь подобна мимолетной тени. Куда девались наслаждения прошедших времен? Где суетные заботы? Где скорби и радости? Не подобны ли они облакам гонимым бурей? Все миновало. Будем же заботиться не только о настоящем, но и о будущем. Помни, сказано, о конце твоем и вовек не согрешишь. Подумай о смерти. Каким немощным ты будешь лежать на постели, не имея никого, кто мог бы оказать тебе помощь? Представь стоящих вокруг тебя друзей, соседей, родственников, домочадцев, как все они в один голос седуют, обливаются слезами, остаются неутешными. Представь и детей, стоящих около тебя, ожидающих по обыкновению услышать голос отца и рыдающих, как затем явится скорбящая жена, желая умереть вместо тебя, и как ты увидишь ангелов, требующих отчета у твоей души. Если душа совершала дела, достойные награды, она будет охраняема ангелами. Если же была немилосердна, она будет осуждена без милости, ибо суд без милости не оказавшему милости. Проникни в тайники своей души, рассмотри совершенные тобой дела, сравни доброе со злым. И если увидишь, что злые дела превосходят добрые, покрой их добрыми, чтобы никогда не увидеть грехов, противодействующих тебе. По мысли о тьме, беспросветной, и об огне негасимом, которого не в состоянии потушить вода, но который побеждается покаянием. Прибегнем же к покаянию, изглаживающему грехи и приводящему нас к Царству Небесному. О покаянии! Ты в слезах находишь утешение и избавляешь от вечного плача. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. О покаянии! Ты исцеляешь страсти и не спровергаешь демонов. Ты расторгаешь узы грехов и спасаешь охраняемых тобой. О покаянии! Ты воспрепятствовала осуществлению смертного приговора Божия над ниневетянами и открыла им обильный источник жизни. О покаянии! Ты изгоняешь из души свойства Каина и вселяешь радость непорочности. Уничтожаешь зловоние грехов и благоухаешь добрыми делами. О покаянии! Ты рассеиваешь и освещаешь беспросветную тьму. Пасущиеся на тебе злоторунные агнцы изливают пурпурные лучи троицы. О покаянии! Ты восходишь от земли на небо, приближаешь к престолу Господню и становишься собеседником Бога. Ты из сокровищ Божьих, как из своих собственных, получаешь жизнь и с дерзновением даруешь ее тем, которые обладают тобой. Итак, пойдем на сотворенный Богом лук, где растут дивные деревья и цветут догматы, которые через святых отцов насадил для покрова церкви Господь Иисус Христос. Ему же слава со Отцом и Святым Духом вовеки! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok